Приветствую вас! Как ни парадоксально, но ответ на ваш вопрос находится в вашем же вопросе, который вы задаете. То есть, вот вы описываете, описываете, описываете проблему, да, и потом спрашиваете, как бы такой итог, да, как с этим справиться, такой промедюдочный итог, да, справиться, то есть, что значит справиться? справиться, значит подавить, подавить, принизить, обесценить, вот, то есть, вы не принимаете свои, ну, чувства, да, которые у вас есть, то есть, то есть, вы как будто говорите себе, ну, этого, этого не должно быть, так не должно быть, это неправильно, да, неправильно, что я там, ну, ревную, да, там, грубо говоря, да, вот, и так далее. Хотя, хотя, на самом деле, на самом деле, если вы ревнуете, да, если вы ревнуете, если вы, ну, испытываете такую неуверенность в себе, да, и так далее, и так далее, вот, то у этого есть свои причины, у этого есть свое основание, у этого есть свои, значит, ну, особенности, да, вот, это реально, понимаете, да, то, что вот вы чувствуете. То есть, вы, даже, вот, в душе, да, по отношению к себе, вы это обесцениваете, вы говорите, как бы, ну, себе, что так не должно быть, это неправильно, вот, а почему неправильно, собственно говоря, да, почему неправильно? Потому что там, например, мужчина не одобряет, да, допустим, вот, мужчина не одобряет, что, что вы себя так ведете. Хорошо, мужчина не одобряет, да, но, если мужчина не одобряет, это не значит, что это неправильно. Просто он не понимает, что у вас может быть за проблема, допустим, вот, он не понимает, что у вас может быть, могут быть за сложности, понимаете, вот, и вы честно ему не говорите, что происходит. То есть, как бы, вы обвиняете его, а вы, там, подозреваете его, да, вот, но речи непосредственно о своих чувствах не ведете. То есть, речи о том, что, вот, у меня, например, да, ну, у вас есть определенные чувства, да, речь о том, что у вас есть определенные эмоции, что у вас есть определенные страхи, об этом речи не идет у вас. То есть, вам, грубо говоря, проще его обвинить, допустим, в чем-то, да, чем, например, чем, допустим, сказать ему, что, вот, ты знаешь, дорогой, да, меня, там, например, там, ну, беспокоит, вот, тот, 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 да, вот. То есть, вы и себе не позволяете чувствовать, и себе не позволяете переживать, да, вот. И, соответственно, как бы, мужчине тоже создаете неудобства, неудобства, ну, за счет этого. Потому что, ну, в данном случае, вряд ли, может быть, по-другому. То есть, в данном случае, это понятно, что, ну, вы не можете иначе, вот. В данном случае, это, это понятно. Но, это не значит, что, это правильная позиция, понимаете? То есть, это не значит, что данная позиция является, ну, скажем, скажем так, конструктивной, да? Вот. Понимаете, понимаете, о чем идет речь? То есть, поэтому, первое, нужно не справляться с тем, что с вами происходит. Нужно не справляться, а нужно, наоборот, раскрывать. То есть, вот, например, я боюсь, да, у меня есть переживания, да, я вот накручиваю себя, нервничаю. Вот. Какая у этого причина? Чего конкретно я боюсь? Вот. Что конкретно мне не нравится? Какие конкретно у меня чувства возникают? Страх, там, тревога, там, ну, может быть, да, что-то еще. То есть, вот такие моменты, такие, такие моменты. И вот их вы и раскрываете своему мужчине. То есть, вы можете, вы можете просто более честно, более честно, более честно говорить ему о том, что происходит с вами. И подавляя, подавляя, да, подавляя себя, например, вы ничего не добьетесь. Потому что, ну, ситуация, она вот такова, что ваши чувства, они появились не вчера, да, они появились не только в этих отношениях, они у вас, вероятно, уже давно. Но, ну, вот. И первое, с чего нужно начинать, это значение для вас, мужчины. То есть, просто вот, какое значение для вас имеет мужчина, ваш мужчина. Да? То есть, что он, мужчина, представляет для нас из себя. То есть, вы его воспринимаете в качестве кого? Вот именно, ну, в своем контексте. В качестве кого? В качестве только мужчины? Например. Вряд ли. Я так не думаю. Я не думаю, что только в качестве мужчины. Я думаю, что он для вас имеет значение в плане реализации еще каких-то ваших желаний. Вот. Вот каких именно желаний? Каких именно желаний? Какие желания, по вашему мнению, должен мужчина удовлетворять ваше? Вот. Понимаете? То есть, какую потребностную сферу вы реализуете, что именно из своих потребностей вы с ним реализуете. Вот. Вот это важно. Это действительно важно. Это то, что действительно важно по-настоящему. Понимаете? Вот. Понятно, да? О чем идет речь, я надеюсь. Вот здесь. Так. Значит. Дальше вы пишите. Не могу поверить мужчине, он не дает повода не верить, говорит о чувствах, я нагручиваю себя. Ну, здесь смотрите, какая история. Значит, чтобы человеку поверить, да, чтобы человеку именно поверить, чтобы доверять кому-либо. Нужно доверять себе, чтобы доверять кому-либо, нужно принимать этого человека полностью. Вообще всего. Без исключений. Вообще без исключений нужно принимать человека. Для того, чтобы принять человека, нужно принять себя. Да? Ну, понятно, что. Если я не могу принять себя, я не могу принять другого. И, соответственно, не принимая другого, я не могу принять себя. То есть, если я другого человека не принимаю, да, значит, я не принимаю себя до конца. У меня нет, нет первичной основы для того, чтобы принимать кого-либо, да? У меня нет первичной основы для того, чтобы принимать человека. Вот. По факту. Поэтому здесь вопрос ставится именно так. Насколько я себя принимаю? И если я не доверяю человеку, да, если я не доверяю мужчине, то доверяю ли я себе? Нет. Себе я не доверяю себе. Я не принимаю себя. Потому что, если бы я себя принимал, если бы я себя принимал, то мне было бы легко принять человека, другого. Мне было бы легко ему поверить, потому что принимать себя, значит, любить. Если люблю себя, значит, допускаю, что меня можно любить. Да? Далее, накручиваю себя. Вот слово накручиваю. И фраза накручиваю себя в, ну, в быту, да, вот, в простом языке, непрофессиональном. Звучит часто. Накручиваю себя. Не всегда понятно, что, что стоит за этим словом. Не всегда понятно, что находится за ним. Может быть, может быть, за этим словом находится, например, да. Значит, идея навязчивых мыслей. Может быть, за этим словом находится проектирование страхов. То есть, вот, я что-то вижу, да, и мой страх, который обычно я в себе как-то, ну, зажимаю, да, удерживаю, там, вот это все, дается себе знать. То есть, нагрузка, это точно то, что нужно выяснять, да, то есть, навязчивые мысли. Это одно страх от другого. Хотя, в чем-то они могут быть, может быть, и могут быть схожи, но все же это разные вещи. То есть, одно от другого отличается. Поэтому, поэтому, то, что вы себя накручиваете, нужно изъезжать. Дальше, не ответил на звонок, значит, бросил. Я не ответил на звонок, значит, я боюсь, что он меня бросил. Я боюсь. Страх быть бросил. Страх остаться одной. Страх одиночества, да. Соответственно, пообщался с другой женщиной, значит, изменяет. Опять же, ну, сама измена, да, вот, вот тут вот, на начальном уровне хотя бы, хотя бы, нужно принять вот этот факт, что сама измена не страшна. Ну, потому что она, она не опасна. Ну, прямо человеческой жизни не угрожает, в этом смысле, я имею в виду. Опасно и страшно, как правило, то, что следует за этим. То есть, мне изменили, да, например, что я о себе буду думать в этот момент, а буду я думать то, буду я думать то, что изменили мне, потому что я плохая, потому что я недостойна, там, любви, например. Ну, допустим, да. Или, мне изменили, я думаю, вот, все, я не женщина, я не могу, там, мужчину привлечь, да, и так далее. Все это про себя. По сути, это, опять же, вскрытие негативных установок в отношении себя, да. Поэтому первый шаг, первый шаг к решению проблемы, это не подавление, как я уже говорил, а принятие, принятие. Вот мужчина не позвонил, да, вы ему говорите, дорогой, ты знаешь, я заметил, что боюсь остаться одна, например. Это совсем другое. Это уже совсем другое. Это не то же самое, как если бы вы написали, там, что-то типа, там, вот, опять ты не позвонил, там, а ты меня не любишь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Нет. Это не то же самое, совсем другое. Это, это разговор о своих чувствах, о ваших чувствах, да, вот. Для этого вам нужно перво прийти к этому, к этому, самой, вот. Когда вы придете к этому, да, что-то вот, когда вы, ну, сами вот этот процесс создадите, вы уже сможете, а, как бы, действовать немножко наперед, то есть, вот, вот, вот я сейчас звоню, я хочу позвонить мужчине, да, во-первых. А зачем я хочу ему позвонить? Как бы, сами себя спрашивать, зачем я хочу ему позвонить? Ну, например, там, узнать, как, как у него дела, да, допустим. Ну, самое бананное, самое бананное, вот. Значит, узнать, как у него дела. Хорошо. Далее. Представ, представляете себе, что вот, вы звоните, он не ответил на звонок. Что вы думаете? Вот, сегодня он мне не ответил, значит, там, бросил, не хочет общаться. Что делаю я? Ответ на эти мысли. Я обездаюсь, начинаю накручивать себя. Да. Как можно поступить по-другому? То есть, как, ну, как можно еще в этой ситуации поступить? Например. Да. То есть, вот, подумайте. Подумайте. Понятно, что когда чувства возникают, да, в момент, когда чувства возникало, действовать разумно как-то уже, ну, не получается. Не только у вас, у всех так. Нормально. Это нормально. То есть, это очень, это прогнозирование, да, по сути. Вот. Ну, как бы, между делом, скажем, что, страх одиночества, это непринятие в себе, не помню, говорил я это или нет. Страх измены, это обесценивание неуверенности в себе, значит, отсутствие женской модели поведения, то есть реализованности как женщины. Возможно, мысли о том, что секс это что-то грязь, грязное что-то такое, вот, прям, запретное, 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 вот. Ну, это, это, просто, так сказать, размышлень, информация, да. Вы пишите, это превратилось в прану. Смотрите. А дыма без огня не бывает. Это, мое глубокое убеждение. То есть, психология говорит, что, если у человека паранойя, да, паранойя, то всегда есть повод для сомнений. И основная проблема паранойка не в том, что у него это паранойя, а в том, что его никто не воспринимает всерьез. То есть, ему никто не скажет, о, слушай, да, действительно, да, правда, что-то он подозрительно себя ведет, да. Давай разберемся. Ему все говорят, да ты успакуйся, ты успакуйся, все хорошо, не парься, забудь. Ты ошибаешься. И от этого паранойя еще больше развивается, понимаете? Так что, в том, что касается паранойя, здесь так. Постоянные истерики. Ну, истерика, истерика, это вообще, говоря, потребность во внимании. То есть, я хочу внимания, я хочу, значит, своей, ну, я хочу чувствовать себя значимой, как бы говорите вы, как бы говорите вы. Хочу чувствовать себя значимой. Тут, тоже достаточно такой интересный момент. Потребность в значимости, ну, ваша потребность в значимости, это вполне себе нормально. То есть, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего аномального и прочего. И прочее. Но, добиваться этого, достигать значимости внимания, нужно не через конкретного человека, и тем более не через мужчину, которого вы, ну, любите, например, да. То есть, мужчина не должен нести ответственность за то, что, например, за то, что, например, вы хотите, вы хотите. Да? Вот. Поэтому, опять же, когда вы, ну, впадаете в истерику, что происходит? Вы хотите внимания. Ну, так, это желание нормально, нормально, оно у всех есть. Просто форма, 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 форма реализации этого желания, ну, да, из-за корректировки. Да? И опять же, опять же, как бы здесь можно тоже самое сделать. То есть, что сделать? Вот, вы знаете, что вызывает у вас истерику. Ну, допустим. Вы знаете, да? Вот. Вы можете... Кхм... Ну, значит... Своему мужчине... Специально... Сказать что-то такое... Что вызовет у вас истерику. Только теперь вы уже будете знать, что вы сделали это специально. То есть, есть контроль. Да? Чувствование накал уже будет меньше. Ну, и, соответственно, вот, то же самое. Отследите свои чувства, отследите цепочку своих мыслей. Ну, вот. И подумайте, а как ещё можно? Как по-другому можно? Что можно сделать? Ну, иначе. В этой ситуации. Вот. То есть, я, например, хочу вним... Внимание, да? Вот, ну... Как бы... Ну, чего не хватает-то вам, собственно, собственно. Да, внимание. Значимость. А как я могу постоянно... Как бы... Получать... Это... Ведь я же в этом нуждаюсь. Мне сейчас чтобы хочется. Вот. Как? Что я могу сама сделать для этого? Не могу сама. Всё понимаю. Но когда какая-то ситуация не назначена, начинаю его обвинять в том, кто меня не любит. Вот. Соответственно... Начинаете я анализировать. Да? То есть, обвинение это... Перекладывание ответственности на человека. То есть, если я... Обвиняю человека в чём-то, да? То, соответственно... Значит, это... Я говорю о себе. Вот. То есть, вы говорите, что он не любит вас. На самом деле, вы не любите себя. Вот. Ну, вы просто подумайте, какие мысли... Какие мысли у вас, вот, звучат? Ты меня не любишь, ты меня не ценишь, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это всё так. По отношению к вам. В контексте себя. Всё правда. Вы видите в нём то, что есть в вас. В его... В его отношении вы видите то, что есть в вас. Потому и обвинение. Да? Происходит. Вот. Ну и, что касается неоднозначной ситуации, то здесь тоже интересный момент. Эээ... Ситуация неоднозначная, но вы видите именно негативный аспект. В этой... В этой неоднозначной ситуации. Хотя... Эээ... Не... Неоднозначную... Ситуацию... Эээ... Понятно, что можно интерпретировать, ну, в общем, по-разному, да? То есть... И в пользу... Эээ... Например, мужчины, и так далее. Но вы видите именно негатив. Почему? Это тоже не случай... Не случай... Не случайно. Такая ситуация. Тоже не случайно, Варникур. У неё тоже есть причина. Вот. Ну а здесь вы, скорее всего, проговариваете... Эээ... Определённые негативные... Критические высказывания своих родителей. Либо значимых... Эээ... Фигур вашей жизни. Дальше. Эээ... Начинаю говорить, что я ему не нужна. Правильно, вы себе. Эээ... Значит, не нужны, потому что очень плохая. Я не могу остановиться. Да, вы считаете себя плохой. Вся проблема в том, что вы считаете себя плохой. Эээ... Еще до того, как... Ээээ... С мужчиной, собственно... Ээээ... Познакомились. То есть, знаете... Все это было еще раньше, еще до этого. До того, как... Все это произошло. Вот. А откуда... Мысли-то... Такие... У вас... Возникли. Понимаете? Вот откуда... Они взялись... Эээ... Ну... Такого рода... Мысли. Ведь вы же не думаете, да, что... Что... Это, ну... Случайность. Вот. Нет. Это не... Это не случайность. У этого есть основания. Это то, что вы о себе думаете. Это то, как вы себя воспри... Воспринимаете. Эээ... Понимаете? Какая история. А откуда вы... Это взяли? У кого вы взяли, что вы плоха... Плохая? Вот вы себя ругаете, да? Кто... Эээ... Ругал вас? Так. В детстве. Эээ... Знаете? То есть, по сути... По сути... По сути... По сути... Дел... Ваше поведение... Ваше поведение... Это... Поведение направлено на... Стремление доказать... Эээ... Доказать, например... Эээ... Ну... Себе... Доказать... Эээ... Мужине... Эээ... Вот... Что вы... Плохая. Что вы недостойны. Эээ... 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 Классическая история... Классический сценарий... Я бы сказал... Эээ... Эээ... Неудачника. То есть, ему вот... Внушили... Что... Что... Ты вот... Такой... Да... Что ты вот... Ну... Плохой... Да... Там... И так далее... Эээ... И он, значит... Эээ... Все... Он... Теперь... Теперь всем... Всем пытается... Доказать... И показать, что он плохой... Так ему проще... Так ему проще... Значит... Если вам поверить... То, что с ним... Эээ... С ним... Все хорошо... Да? Допустим... Если вам поверить в это... Равно же... Что... Из зоны комфорта нужно выходить... Эээ... Понимаете? Это с одной стороны... А... С другой стороны... Ээ... Никто не отменял... Того... Факта... Что... Ээ... Есть определенные... Опять же... Ээ... Потребности... У вас... Ну... По отношению... К... Мужчине... Вот... Этого тоже... Никто не отменял... Что... Есть такие потребности... И эти потребности... Вы пытаетесь реализовать через мужчину... Что... Соответственно... Простает... Ээ... Сверхмотивацию... Ээ... Ээ... Быть с ним... Что... Простает... Ээ... Ээ... Страх его потерять... И что... Придает... Ээ... 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 В своих... Ээ... Чувствах... Да? Ээ... Вот... Чего... Чего вы не понимаете? То есть, что вы понимаете? Точнее, вот что это... Что вы не... Что вы понимаете? Что вы ревнуете? Вы понимаете? Что вы обвиняете его? Вы понимаете? Что... Например... Допустим... Эээ... 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 Обвиняя его... Вы подтверждаете свою мировоззрительную позицию... Что вы плохая... Обвиняете себя еще больше и обвиняете его, что вы обвиняете себя еще больше и в этом находите определенное наслаждение. Вот это вы понимаете? Нет. Понимаете ли вы, что вы боитесь остаться одна и т.д. и т.д. и т.д. что-то я говорил? Нет. Так что вы понимаете? Вы говорите... Эээ... Значит... Эээ... Не знаю, как перестать. Да? Как перестать, так и довести. Вы думаете, что... Эээ... 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 Это возможно? Вот... Вот... Взять и перестать... Сразу... То есть вот вы... Эээ... Эээ... Сколько... Эээ... Ну... В какое-то время с ним были, были, были... Эээ... Все было здорово... Например... Ну в кавычках... Эээ... Эээ... Подтверждают... То, что вы... Эээ... Эээ... Значит... Ну... Недостойны отношений... Да? То, что вы... Эээ... Не можете быть женщиной... То, что вы... Недостойны любви... То, что вы... Недостойны измены... Вам становится далеко и спокойно. Потому что... А... Никакой ответственности... Б... Подтверждается... То, что вы думаете... О себе... Самое... А теперь... Подумайте... Теперь... Подумайте... Вот... Эээ... 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 Ну... Начали отношения... Для чего? Какое... Какая цель... Отношений? Эээ... В... В... Эээ... Эээ... Союзе... Люди ставят перед собой две цели... Сделать человека счастливым... Насколько это возможно для него... Для того, кто делает счастливым... И вместе с этим человеком... Идти к своей цели... А вы? Какая цель у вас? Подумайте... Об этом... Эээ... Что касается того... Сходите ли вы с ума или нет... На этот вопрос психолог ответить не может... Потому что это не его компетентство... На этом все... Надеюсь, что помог вам... Если у вас остались вопросы... Пишите в личку... Буду рад помочь... Если вам понравился мой ответ... Буду благодарен... Если сделаете его лучшим... Я желаю вам всего... Самого доброго... И удачи! 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 Удачи!